Здарова, здарова, ребят! Ну, чё, поехали! Будем тестировать сегодня новую МБУ с десяткой. Это будет у нас Ронин. В принципе, это и так было очевидно, что я первым прокачаю Ронина, потому что очень интересно посмотреть именно ножок. Есть несколько интересных талантов, но здесь, в принципе, ничего так особо увеличивается. 60% немножко урон, плюс 50%. Ну, это такое, знаете, маскировка то же самое. 35% в предел увеличен, 250 урона. Это опять же, когда она сработает. Вот. Ну, то есть по талантикам, честно говоря, такое себе. Ничего особенного. Вот, что хотелось бы ещё потестить. Это из ворот. Это фулл сразу будет заряженную. Остальные, ну, вот видите, тут увеличение такие идут. Пакт. Ну, плюс 50% урона. Здесь плюс 10% такое. Исцеление. Тоже очень интересно будет посмотреть, потому что, как-никак, тут приличное увеличение. плюс 40%. Также неплохо будет воодушка. Ну, самое интересное, это у нас, конечно же, психосчета 10% просто нету. Это я не знаю, зачем мне вообще его добавили в таланты. С такого, что интересно, это у нас ожог. Ожог. Плюс ещё интересно посмотреть на тут и говорю, утекание. Разброс Огненко тоже неплохо. Но вот это вот, ребят, самое-самое интересное. 80% По-моему, было 85%. Не знаю, мне что-то показалось, наверное. 80% плюс 15%. То есть, каждый 8-й удар было 80%. Каждый 8-й удар у героя это будет не у яс. То есть, 8 с 10-ти и каждый 8-й, то я неправильно говорю, 8 с 10-ти это должен срабатывать. Ну, посмотрим, как это будет сейчас на практике. Давайте поставим его на таблеточку. Так, вот он убрать. Давайте от того уберём. Так, вот наш Роника. Где ты? Он, походу, в башне какой-то стоит. Сейчас надо пересмотреть. такс. Вот это он должен быть, да. В общем, 10-10, 13-13. я ещё так же запишу вам обязательно видосик. Не спешите, кто получил Ронина вегкачать. Я вам покажу правильные билды. Буду такие видосы делать для того, чтобы без доната могли правильно собрать. То есть, Ронин у нас в основном сейчас используется на битву гильдий. То есть, покажу сборку на битву гильдий и на по локации, потому что многие не знают, как его собирать. Сразу же перекачивают, а потом он у них в итоге не тащит. Такс. 13-13. Дофига урона, но самое основное вот это, плюс выживание как вариант. Давайте даже ради интереса мы уберём выживание. У меня он собран. Сейчас покажу как. Уклонение, то есть, есть бонус, последнего бонуса конечно же нет. Вот такая вот сборка стоит здесь хранитель леса. Он 40% восстановить 45% жизни. Так, я специально убрал эмблему, потому что интересно посмотреть все-таки максимум. Сейчас он у нас в сборке такой под битву гильдий. попадают. Что у нас тут есть? Зефирка. Вот так вот. Интересно. Давайте еще разок нападем. Так. как видите, все равно попадает. Попадать они-то будут 100%. Так, давайте попробуем здесь. У смотрителя еще никто не отменял. он у нас пока без эмблемы. будет потом эмблему поставить еще. Я просто тестирую. так вот по нем попали не знаю вам видно вам не видно сейчас я заберу лапку стрелок 28 у нас без воодушки ну окей так землеройка вот здесь куча воодушевлений ранки я надеюсь тоже есть потому что самое интересное это против ранки его тестировать так зефирка начала бить ну нормально первый залп удачно у нас прошел второй залп и по нем попали опять же интересно но мы без эмблемы то есть эмблема это тоже конечно классно но я пока честно говоря не вижу сильно разницы кидаем сразу же в центр так у нас есть сефирка ворожай плотник плюс фрея вот попали по нем то есть как видите он реально не особо там мега трешует можно будет с девяткой потом сравнить так теперь давайте попробуем вариант интересный это дар жизни я не беру сейчас топовый вариант мы берем просто тест мы увеличили ему на 120 процентов жизнь и он дополнительно может снимать баф так я хочу там где есть зефир просто такие топовые раста сразу смотреть вот отлично вот мы на него нападали смотрим вот смотрите как пробивают полностью причем то есть его сносят просто жесть даже ничего толком сделать не может поэтому опасения насчет 8 давайте попробуем так говорю 8 10 ожога что там просто жесть будет я вам скажу так что на прорывах как видите его сливают пробуем с вальсом давайте попробуем сразу же нападем на зефира будем его заряжать но здесь у нас только один зефир он его вряд ли хотя он наполовину просадил уже но с вальсом конечно топовым нормально восстановление идет но видите все равно проседает но 85% уже и флот хилл сразу же но это не топовый зефир сейчас мы попробуем опять найти топовую какую-то остановочку так ну тут фрей это нам не интересно нам надо там где есть землеройка и где есть фрэнк вот есть фрэнк вот отлично поехали вот смотрите что делается просто просто разносят его это при том ребят при том что у нас вот такая вот сборка мега я скажу вам так топовая 13-13 10-10 здесь еще куча отхила от урон от уклонений и все равно это не спасает ну ну-ка давайте попробуем нет если попробуем такой вариант чтобы меньше нас пробивали они телеса это конечно классно но попробуем вариант вот такая вот сборка 66 у нас будет увеличенный немножко отхил в два раза даже больше чем два раза там на шестом у нас получается 140 процентов вот отлично хорошая раста такая же смотрим такой вариант ну смотрите как френд пробивает просто разбирая только так то есть как видите на битве гильдии 10 я отдельный видос вам сделаю запишу видос по так вот отлично землеройка есть вижу зефир пробуем через зефир напасть отдельно по битве гильдии чтобы вы видели смотрите что делает они просто его нафиг сливают просто жесть даже с такой сборкой нас просто разгребают давайте теперь попробуем вариант с выживанием 9 выживание понятно что в низких топах он будет тащить но на максималках как видите это это не то то есть на битве гильдий если правильно даже в принципе не топовая там ну кто не сильно по донатам на 20 прорывах его точно так же будут сносить так ну тут у нас не сильный противник сейчас мы опять же увидим вот смотрите все равно проседает это при том что у меня уклонения собраны стоит топовая дефная чарка с отхилом плюс выживание ну и десятый ожог ну понятно что это все можно юнитов можно отвлекать солдатиками я тестирую то как оно на практике без юнитов то есть все равно этот ожог не работает прям там мега мега круто для меня он точно такой же как и 9 9 так вот отлично есть можно же конечно такой вариант делать просто юнитов юнитами обезвреживать того же самого фрэнка в таком варианте даже 9 я вам скажу так то же самое будет давать ну вот мы обезвред тут конечно франк у нас не не максимальные прокачки юнитами юнитами выбирать в принципе да сейчас попробуем еще найти максимально опять же максимальный дав хороший такое я затестировать там ну так чтобы мега было имбово я бы не сказал юнитами сейчас не будем спамить ну тут фрэнк 16 не не в топ прокачанный поэтому стоит ли тратить на него десятые рунки я даже не знаю так землеройка вот 30 франк есть сейчас вот миссы хорошо зашли вот все слили как видите даже в такой сборке максимальной комплектации без юнита он не тащит все равно чтобы вы тут не делали можно еще вариант попробовать сюда поставить как вариант уже такой окончательный дав для пвп локации такой родин родина вообще уже бессмысленно использовать по сути есть у нас тут фрэнк не не вижу нужен 30 фрэнк зефир поэтому можно на девятке смело оставлять и не париться так вот сейчас мы попробуем опять же сделать то же самое все равно даже видите даже юнитами мы спамим ну ссо конечно получше смотрится фатронин если не будем спамить это и видите не спамим его сливаем то есть как видите девятка десятка разницы особо честно говоря я не вижу так чтобы там особо говорить что это будет особо им балансный талант не знаю я бы не сказал то есть что девятка что десятка один в один надо спамить юнитами тогда будете без проблем проходить битву гильды все пишите комменты ставьте лайки и ждите видосика с битвой гильды я попробую там потрешевать им посмотреть если есть хорошие противники всем удачи всем пока